Здравствуйте! Вы смотрите программу «Поговорите с доктором». Сегодня разговор пойдёт о сердечных делах, о сердечно-сосудистой системе на самом деле и особенностях её работы. В гостях у нас Александр Александрович Костанаян, кардиолог, доктор медицинских наук, заведующий терапевтическим отделением клиники Ростовского медуниверситета. Александр Александрович, здравствуйте! Мы очень рады видеть вас у нас в программе. Александр Александрович, приём кардиолога, когда он необходим? Приём кардиолога необходим, когда у человека появляются проблемы со стороны сердечно-сосудистой системы. Если говорить о жалобах, то на это это плохо контролируемое артериальное давление, боли в сердце длительные или необычные, нарушение сердечного ритма, одышка, отёки. Но мне бы хотелось сказать, что, может быть, не напрямую нужно обращаться к кардиологу, а целесообразнее обратиться к психическому терапевту. И вот если там не получаются результаты, то уже с теми анализами, которые он имеет, человек подойти к кардиологу. Желательно, чтобы кардиограмма была, какие-то анализы, и так будет проще. Пройти обследование предварительно. Да, да, в любом случае. И все равно кардиолог его назначит. Есть какие-то ошибки, которые вот те люди, которые становятся потом пациентами, впоследствии вашими, вот совершают, и, может быть, это повторяется, да? То есть что-то вот люди пытаются самолечением каким-то заниматься. Ну, во-первых, да, конечно, есть люди, которые не обращаются ни к терапевту, ни к кардиологу, а лечатся по рекомендации соседей, друзей и так далее. Иногда получается, что те препараты, которые они применяют, это одно и то же, только под разными названиями, предположим. Лучше, в любом случае, посоветоваться, мне кажется. О народной медицине есть какие-то моменты, которые, может быть, действительно помогают или которые вредят? Ну, что я могу сказать? То, что продается в наших аптеках вот по типу настоек, в принципе, это все безвредно, так я знаю. Это, ну, боярышник, предположим, это валерьяна и так далее. Но если говорить о растительных препаратах, которые составляют так называемые БАДы, вот там никто не может гарантировать качество, потому что они никогда не проходили испытаний. Точно состав их неизвестен. Вот на примере недавних препаратов, которыми мужчин лечили простатит, оказалось, что в их состав входил сиденофрил, а это Виагра фактически, не сказали по телевизору, но это Виагра. Но это явно обман. Зачастую просто мы реагируем, да, на рекламу, что называется, желток. Совершенно верно. Он должен сам себе помочь как-то себе делать лучше. Да, и он очень доверчив, потому что реклама иногда очень настойчива. К сожалению. Александр Александрович, ну, опять же, к сожалению, огромные показатели смертности у нас в стране, да, от заболеваний сердечно-сосудистой системы. С чем это связано? Почему так много людей страдают? Ну, я хочу сказать, что говорить об огромных, это где-то, наверное, цифры 2009 года и так далее, сейчас показатели лучшей. Динамика положительная. То есть сегодня, по-моему, даже наша министр выступала и говорила о том, что по сравнению с прошлым годом, за один год только на 5% снизилась смертность артерийного сосудизоболеваний. Колоссальная работа все-таки начата и ведется правительство по врез курением, по лечению артериальной гипертензией, по тем факторам риска, в основном, которые к ним приводят. Ну, трудно изменить наш общий уровень жизни, темп, напряжение, это, в общем-то, остается. Но, тем не менее, все-таки положительная динамика есть. Продолжительность жизни мужчин, самых ранимых созданий, она выросла. Собственно, было 59 лет, это позор был. Сейчас, по крайней мере, 67 лет. Это меньше, чем в Японии, конечно, гораздо. Но все-таки это хоть что-то. 10 лет плюс, это огромная цифра. Если точно, 9 лет, да. Это, в общем-то, за несколько лет, это достаточно хороший результат. Александр Александрович, спасибо. У нас звонок. Виктор Иванович из Таганрога. Мы вас слушаем. Говорите. Говорите. Вы в эфире. У меня такой, значит, вопрос. Когда приходишь к врачу-кардиологу и говорит, что мне направление на вилориометрию. Они не дают направление на вилориометрию, а дают только на обыкновенную кардиограмму. А кардиограмма в статике и информативность очень маленькая. А вилориометрия самая лучшая информативность. Это советует профессор Бадаляр Левон Аганрисович. А они отказывают. Либо они там не грамотные такие, либо они вообще не хотят только за взятки что-то делать. Вот вопрос какой. В чём Ваш вопрос? Как Вам получить направление на исследование, которое Вас интересует? Нет. Вообще этика наших врачей. Спасибо, Виктор Иванович, за вопрос. Давайте я отвечу, как я понял, собственно говоря. Вилориометрия – это исследование кардиограммы под дозированной физической нагрузкой. Нагрузка может быть различная. Собственно говоря, вопрос о её выполнении решает не сам пациент, а, в общем, наверное, кардиолог. Потому что это не всегда безопасно. То есть я должен гарантировать, что человек выражет эту нагрузку без последствий. В общем-то, она достаточно широко распространена. У нас, правда, не вилориометрия, а тридмилл – бегущая дорожка. Но, в общем, никаких проблем нет. И во многих центрах она есть. Я немножко не понимаю. Если Виктор Иванович, он хочет её пройти, а ему всё-таки… Он не может сам хотеть её пройти. Да, ему рекомендуют кардиограмму, потому что, возможно, это опасно для его здоровья именно эта процедура. Может быть и так. Я не знаю. Может быть и так. Может, она ему просто не нужна. Александр Александрович, можно ли говорить о том, что сейчас сердечные заболевания помолодели? Вы сказали, что продолжительность жизни у нас у мужчин увеличилась. Всё, в общем, у нас в лучшую сторону идёт, в хорошую. Но зачастую, даже к нам, когда вот сейчас в программу обращались, задавали свои вопросы телезрители предварительно, очень много вопросов от молодёжи. Ну, вы знаете, вот эта тема поднимается достаточно давно. В общем-то, ещё в моей молодости говорили о том, что это помолодело. Но я сейчас не вижу существенной динамики того, что очень много больных именно молодого возраста. Ну, вопрос стоит немножко, наверное, по-другому можно ставить о том, что профилактика сердечно-сосудистых заболеваний нужно начинать, наверное, не в моём возрасте, а гораздо раньше. Наверное, лет 30, а может быть и раньше. Поэтому это активное занятие физическими упражнениями, это не курение, собственно говоря. Ну и, конечно, не переедание, не употребление колоссального количества жирной пищи, которая, в общем-то, молодёжь, как я знаю, всё равно это делает. Вот это, наверное, уже можно делать с молодостью. Если человек, например, ведёт нездоровый образ жизни и к 30 годам понимает, что плохо жил, надо что-то менять, бросает в момент курить, начинает по стадиону наматывать круги. Это хорошо? Не должно быть компанией, понимаете, тем более кратковременной компанией. Человек должен решить изменить свой образ жизни и изменить его, наверное, на всю дальнейшую жизнь. Тогда это будет хорошо. Возьмём такой пример. Приходит один из наших телезрителей, вот вопрос, заданный заранее, приходит на плановый медосмотр. По месту работы направляются трудники, проходит плановый медосмотр, молодой человек, и после кардиограммы ему в заключении пишут аритмия. Это всё диагноз для человека, а как ему теперь быть? Бежать к кардиологу и бояться всю оставшуюся жизнь? Село в том, что аритмия – это слово всеобъемлющее. Вот у нас есть монография «Аритмия», там будет тысяча страниц, это будет называться «Аритмия». А среди них есть и аритмия, которая вообще никакого опасности не представляет. Есть вообще варианты нормы, это тоже аритмия, просто там в юношеском возле бывает и так далее. Нужно знать, о каком нарушении ритма идёт речь. В принципе, большинство нарушений сердечного ритма лечится недостаточно успешно, поэтому это не катастрофа. Мы все знаем о таком явлении, как инфаркт. В чём причина возникновения вот этой дисфункции, этого заболевания? И как можно предотвратить, может быть, какая-то профилактика есть? Ну, инфаркт – это итог уже того, что сосуды коронарные поражены атероскерозом. И это происходит не за один раз, это накопление предшествующего возраста жизни, влияние окружающей среды и так далее, и так далее. То есть, конечно, вот то, что я вот сказал о профилактике физической активности, прекращении курения, диеты, это и сводится к профилактике атероскероза, среди сосудов заболеваний, в том числе нормализация давления, и это в том числе инфаркта миокарда. Когда случается инфаркт миокарда, ну, человек сам не может себе его поставить, диагноза. Основная проблема в том, что когда у людей возникает боли в сердце и достаточно продолжительного характера, они пытаются, ну, применить какие-то свои известные способы, или ждать, или стесняются, если оно вообще происходит, беспокоит родных, да, и оттягивается важнейший срок. Вот самое актуальное время, когда можно очень хорошо помочь больному с инфарктом миокарда – это два часа от возникновения приступа. А у нас, к сожалению, вот эти два часа уходят на то, ну, скорая может приехать позже, но в основном люди не вызывают. Ждут, сейчас отпустят, сейчас будет хорошо. Ждут, сейчас отпустят, сейчас будет, там, я не хочу будить свою жену, там, или мужа, и так далее, я потерплю. Валидольчик, подвезли, да. Валидольчик, подвезли, да, и так где-то проходит часов несколько, а потом чуть-чуть легче, еще день пройдет, а на третье, четвертое, наконец, оказывается, что это инфаркт. Вот, а все те мероприятия, которые можно было сделать, уже сроки упущены. Вот это самое неприятное. Люди должны быть, не стесняться вызывать скорую помощь, лучше будет ложный вызов по поводу области. Он же не пьяный звонит, он же не поширит, у него на самом деле проблема. Я думаю, что с ним скажут нет, ничего страшного, ну и спокойно. Александр Анатольевич, спасибо. У нас звонок Елены из Семи-Каракуровской. Слушаем вас, говорите, Елена. Говорите. Добрый вечер. У меня гипертония и диабет. Помимо повышенного давления, у меня стал появляться маленький разрыв между давлением. И повышаться нижнее давление. А также повышаться сильно пульс и до 30 понижаться. Не повышаться нижнее давление. Говорите, ваш вопрос. Ага. А что мне предпринять? У кардиолога у нас нету. И доехать в таком состоянии проблематично. Как мне оказать первую помощь? Ну это уже не первая. Спасибо за вопрос. Речь, наверное, идет уже не о первой помощи. Вот прежде всего меня смущает вопрос о колебаниях курса до 30. При 30 частях сокращения обычно человек теряет сознание. Видимо, Елена, которая звонила, определяет частота пульса по прибору, и он просто не улавливает. У нее аритмия, скорее всего. Поэтому получается частота 30. Нужно точно знать по кардиограмме, о каком нарушении идет ритм, тогда можно сказать. В отношении давления, к сожалению, нет препаратов, которые бы регулировали отдельно верхнее давление или отдельно нижнее давление. Если она повышена, все равно применяются одни и те же препараты. И применяются они постоянно. Нельзя следить, чтобы принимать каждый день утром бери давление и смотреть, у меня сегодня она повышена, я приму, а завтра у меня нормальная, я принимать не буду. Принимать, к сожалению, нужно ежедневно, тем более, когда речь идет о том, что артериальная гипертензия сочетается с сахарным диабетом. В нашей позиции сахарный диабет – это тоже сердечно-сосудистые заболевания. Отягчающее обстоятельство получается? Очень отягчающее. Я не знаю, может, речь идет о патологии почек еще. Нужно просто пообследоваться. Она может к нам приехать в институт, пожалуйста, у нас есть прием постоянной в поликлинике консультативной, при РосГМО, и я там веду прием, пожалуйста, можно приехать. Никаких проблем мы принимаем бесплатно, если есть у нее АМС, полис и так далее. То есть полис, паспорт? Как любая клиника, надо будет, если есть показания, будет госпитализация. Спасибо, доктор. Вопрос, когда задавала Елена, прозвучала у нее такая фраза, как оказать первую помощь? Вот действительно, наверное… Первую помощь от чего? Когда плохо становится, и она чувствует, что она теряет сознание. И вообще, в принципе… Вот этого не звучало, теряется знание, и поэтому я не понимаю, о чем идет речь. Если снижается, речь идет о снижении давления, то, наверное, она знает под язык, нужно принять или коринфар, или каптаприл. Это однократный прием. 10 мг коринфара, нефидепина, или 25 мг каптаприла. Это то, что можно сделать без врача. В любом случае, скорую вызывается? Ну, есть, наверное, каркосские скорые. Но до приезда это можно делать самим, и иногда это дает эффект. До еще приезда снижается давление. Спасибо, доктор. У нас звонок из Каменоломни. Любовь Васильевна, говорите, мы вас слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. В 2015 году моей дочери поставили диагноз, у нас первый областной, подтвердили его, легочную гипертензию. У нее 123 мм, тут у нас стало подавление легочной артерии. И уже есть отклонение с правосторонним, там, кардиомиопатия, несмыкание клапана. Я бы хотела узнать, как у нас в области с этим заболеванием, какие продолжительность жизни, какие лечения, может, снова, что там, перспектива какая на сегодняшний день. Большое спасибо за вопрос. Что посоветовали решители? По всей видимости, речь идет о идиопатической или первичной легочной гипертензии у молодых женщин. Есть симптоматическое лечение, наверное, ей назначено было антагонистами кальция, но есть более-менее современные методы лечения, дорогостоящие. Они распределяются через Министерство здравоохранения. Я не буду называть препараты эти. И, кстати, вот в областной больнице, там, где работает главный кардиолог, собственно говоря, вот там, наверное, нужно было, чтобы рекомендовали назначение. Если правда, это речь идет о первичной легочной гипертензии. Ну, наверное, так, я так думаю. Препараты есть, но сами люди не в состоянии их, это стоимость очень большая, не в состоянии их приобрести и длительно принимать. Поэтому государство дает какие-то квоты. Я знаю, что они есть в Министерстве здравоохранения, только нужно, чтобы это было официальное обращение, направление. Если она обращалась или лежала в областной больнице, наверное, слисообразно, чтобы обращение исходило оттуда. Спасибо, доктор. Еще один вопрос мы записали от нашего телезрителя. Это мужчина, ему 76 лет. Жалуется он на следующее. У него отекают ноги, сильная отдышка. И, значит, уже был такой прецедент, что ему стало плохо, вызвали скорую, скорую помощь увезла в областную больницу. Я, честно говоря, вот этот момент мы не записали. Сделали кардиограмму, находился на лечении пациент какое-то время, стало ему, естественно, лучше. Сейчас ситуация та же самая. Отдышка, отеки, и по анализам скапливается жидкость в легких. Как ему быть? Что ему делать? Ну, по-моему, речь идет о сердечной недостаточности. Причина, не знаю, может, он перенес инфаркт миокарда. Или какая-то другая причина. Дело в том, что в стационаре, конечно, будет хорошо, потому что мы лекарства вводим внутривенно и достаточно быстро кровообращение нормализуем, но после выписки из стационара пациент обязан принимать, к сожалению, обязан целую серию лекарственных препаратов. В данном случае, если это не получается, и отеки накапливают, значит, к сожалению, ему придется опять обратиться в стационар. В ближайший или в областную больницу, или к нам. Но это тоже необходимо пойти к терапевту. Ну, наверное, он должен оценить, потому что очень условно можно говорить о том, чем он страдает. Я думаю, сердечная недостаточность. А может, это почта. Без анализа, без всего, трудно сказать. То, что сказал человек, все. Спасибо, доктор. У нас еще один звонок. Надежда из Усть-Донецкого района. Мы вас слушаем, говорите. Алло. Говорите, вы в эфире. Алло, здравствуйте. Я хотела узнать, я пенсионерка. Я хотела узнать у доктора. Скажите, пожалуйста, а можно приехать к вам в институт и пройти обследование полностью? Сосуды, сердце, полностью анализы и на сахар. Ну, потому что с нами плохо, не хотят работать доктора. Посылают нас то туда, то туда и кругом везде. Спасибо за ваш вопрос. Я могу сказать, что в общем да, потому что все эти, то, что перечислено было женщиной, и обследование сосудов, и биохимия, все это у нас делается. Да, можно. Можно. Теоретически тоже для того, чтобы, опять же, механизм следующий, да, направление от терапевта, и дальше паспорт, полис, и можно приехать и обратиться в клинику медуниверситета. Что такое гипертонический криз? Гипертонический криз – это, как говорил Ланка, сгусток гипертонической болезни. То есть это резкое повышение артериального давления. Ну, цифры, даже не только резкое, но очень высокое, больше двухсот, но которое сопровождается при этом ухудшением кровоснабжения или головного мозга, или коронарных сосудов, или ухудшением работы сердца, то есть сердечной недостаточности. Какие-то возрастные есть ограничения, скажем так, рамки, да, когда случается это с человеком? Такой-то возрастной момент уже, там, после сорока? Нет, не могу сказать. Она, артериальная гипертензия, значит, может повышаться в любом возрасте, и, собственно, исходя из этого, и криз может быть тоже в любом возрасте. Конечно, чаще все-таки она, частота ее увеличится с возрастом, поэтому и частота кризов тоже будет, наверное, в пожилом возрасте чаще. Но ограничений нет. Может, и в молодом пожилом быть. Спасибо, доктор. У нас еще один звонок. Павел Павлович, слушаем вас, говорите. Это, я хотел бы задать доктору вопрос. У меня сахарный диабет второго типа и давление. И давление у меня, ну, большое давление. Мне выписал доктор таблетки, ну, лекарства. Вот я их выпиваю, когда нормальное у меня давление, и у меня начинается кружиться голова. А я начинаю терять ориентацию. Так что. И, Павел Павлович, ваш вопрос. И я вопрос. Вот доктор сказал, что надо пить в любом случае таблетки, если это сказал, мол, врать. А я выпиваю, мне хуже становится. Вопрос нашего телезрителя, продолжать ли ему принимать препараты. Я на этой передаче нахожусь в ответственном положении, потому что информации конкретной очень мало и трудно ориентироваться. Два заболевания, сахарный диабет и артериальная гипертензия. Плохо может быть как от колебаний сахара, так и от колебаний артериального давления. Второе. Я не знаю, какой лекарственный препарат был назначен пациенту, и до какой степени происходит снижение. Если на самом деле есть артериальная гипертензия, нужно подобрать такой препарат и такую дозу, чтобы не было резкого снижения артериального давления. Если это лечение назначено чрезмерное, конечно, ему будет плохо. Но даже Павел Павлович, по-моему, да, он даже не сказал, до каких цифр снижается давление. Да, он назвал. Рекомендация дана. Пациент должен контролировать и записывать давление. И тогда можно... Я всегда назначаю повторную через неделю консультацию, чтобы человек пришёл, и можно было сравнить. Вот достигли мы целевого уровня, или наоборот, он слишком на него сильно среагировал. Нужна какая-то коррекция постоянно. Поэтому нельзя один раз назначить препарат и сказать, уходи, и через год приди. Нужно контролировать. Поэтому лечащий врач должен набрать больше внимания чуть-чуть удалить человека. Большое спасибо, доктор. Давайте вот сейчас постараемся так помочь нашим телезрителям. Может быть, уже мы говорим о заболеваниях, когда они есть, а вот на начальном этапе человек говорит, у меня плохо сердце, у меня болит сердце. Как отличить тот момент, когда действительно болит сердце, или когда просто, я не знаю, может быть, невралгия какая-то? С чем часто, с чем путают, возможно, какое-то недомогание? Да, ну, во-первых, до стенокардии нужно как бы дожить. То есть это всё-таки болезни немолодого возраста. Это у женщин где-то после 55, у мужчин после 45. Нужно иметь соответствующую наследственность, нужно иметь факторы риска, о которых мы с ним раз говорили. Он должен быть толстый, малоподвижный, курящий, что ещё с таким холестерином и с плохой наследственностью. Если тогда появляются боли, тогда это в любом случае очень подозрительно, о чём бы он ни говорил. Боли стенокардитические чаще всего связаны с физической нагрузкой. Они непродолжительные. Когда у человека целый день ноет или болит сердце, ну и тоже как-то сразу становится, это, наверное, вообще не сердце, это связано с позвоночником и так далее, и так далее. Но в любом случае, если вот человек с факторами риска, у которого вполне вероятно стенокардия, говорит, что у него боли, надо проверять. Вот сегодня упомянутый тест виллоргометрии, как раз лучше это сделать и посмотреть. Если при нагрузке ничего не происходит, значит, мы скажем, знаете, это не стенокардия, успокойтесь пока. Ничего особенно делать не надо. Спасибо, доктор. У нас последний звонок на сегодня. Телезрительница из Ростова-на-Дону нам звонит. Татьяна Фёдоровна, мы вас слушаем, говорите. Здравствуйте, уважаемый ведущий и уважаемый доктор. Здравствуйте. Здравствуйте, доктор. У меня такой вопрос. У меня онкология. Значит, я принимаю препарат аромазин сейчас, который усугубляет сердечное. Сердечную недостаточность. У меня сейчас гипоксия постоянная, нехватка воздуха. Я принимала Мексикор, предуктал. И какие бы вы ещё посоветовали? Потому что... У нас задержка. Да, я понимаю. Но я понял суть вопроса. Я, честно говоря, не знаю конкретно этого препарата, который получает... Телезрительница. Телезрительница, да. Но многие препараты применяют на химотерапию, да, обладают кардиотоксичностью. Она перечислила то, что мы можем назначить. Вот предуктал был упомянут. Можно принимать ещё L-карнитин, L-кар. Можно принимать знаменитый на весь мир препарат мельдоний, который тоже, собственно, для этого был предназначен. Эти препараты могут быть использованы. Спасибо за ответ, Александр Александрович. Спасибо, что вы пришли сегодня к нам. У нас, в общем, время программы подошло к концу. У нас телезрители не давали нам ни секунды, буквально вам передышки. Спасибо за содержательные ответы. Дорогие телезрители, не забывайте, звоните нам по понедельникам в 19.30 по телефону 200-25-15. Задавайте вопросы специалистам о своём здоровье. На сегодня мы прощаемся. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин